Говорит Радио Свобода, в эфире выпуск «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Во второй половине часа передача о полузабытом композиторе Наталье Правосудович. А начнем с новой главы из воспоминаний Марины Ефимовой. «Венский транзит», часть 2. В конце июля к нам зашла незнакомая пара питерцев. Поэт Игорь Бурихин с женой Леной Варгавтик. Они только что приехали в Вену, измотанные и почти без вещей. Бурихин был одним из шести человек, арестованных в Питере по делу Эткинда в 1974 году. Выглядел он больным, сказал, что у него часто болит голова, его страшно избили. Не то при аресте, не то в милиции. И похоже, что в наше время у КГБ и милицейских, как у капитана Сигуры из романа «Наш человек в Гавании», среди противников режима были те, кого нельзя было бить, опасаясь западных заступников, и те, у кого не было заступников, и кого бить можно. Бурихины к нашему ужасу сообщили, что в Питере арестовали Довлатова. Игорь, мой, в тот же вечер написал статью в защиту Сергея и отправил в Париж в русскую мысль. На следующий день он поехал в венский офис Amnesty International. Реакция там была невнятной. Похоже, что они были очень разборчивы в том, кого защищать, а кого нет. Статья в русской мысли не успела выйти, как Серёжу выпустили и дали разрешение на выезд. Кто-то сказал нам, что место сбора эмигрантов в Вене – квартира Рудкевича, представителя журнала «Посев» и НТС – Народно-трудового союза, самой боевой антисоветской организации на Западе. Я ещё ничего не знала о долгой, противоречивой и довольно трагической истории этой организации. НТС казался мне чем-то вроде «Союза меча и орала» из «12 стульев». Но к Рудкевичу все ходили, потому что он давал почитать, а иногда и насовсем, запрещённые в Советском Союзе книги. Мы пошли к нему вместе с Бурихинами. Рудкевич оказался взлохмаченным молодым человеком, добрым и заботливым до трогательности. В его бедной квартирке, которую он ещё с кем-то делил, был склад не только литературы, но и одежды, которую уезжавшие из Вены оставляли в наследство вновь прибывшим. Нам и самим пришлось кое-чем оттуда воспользоваться, когда начались холода. А потом, уезжая, мы тоже оставили в наследство всё, что могли. Рудкевич устраивал у себя литературно-политические семинары. Игорь читал там отрывки из только что изданной проферами метаполитики, Касцынские свои воспоминания, читал рассказы, приехавшие в конце августа до Влатов. Аудитория чаще всего собиралась интеллигентная и спокойная, но были и случаи бунта. Когда Игорь читал из метаполитики, нерв, находивший у дверей молоденький эмигрант, вдруг закричал с надрывом. «Да откуда вы всё это знаете? Может, ничего этого не было? Так и нечего лапшу вешать». Это была свобода. Не было больше цензоров, редакторов, не было экспертов и знатоков. Каждый стал сам себе мыслитель. Когда Игорю удалось съездить из Вены в Париж, он привёз оттуда горькие впечатления об идеологическом расколе серьёзной литературной эмиграции. Синявский с Копелевым и Михайлом Михайловым в одну сторону, Максимов с Марамзиным и Горбаневской в другую, с Луженицем в третью. Не успела захлопнуться за нами советская дверь, как все бывшие единомышленники стали идеологическими противниками. Но во время неуверенного, шаткого ещё пребывания в Вене многие эмигранты хотели на всякий случай выглядеть диссидентами. Сергей Довлатов в декабре 1978-го, когда мы были уже в Америке, писал нам из Вены. «Тут всё по-прежнему». Вадик Б. сказал корреспонденту радио, что на него было семь покушений, прямо Лев Троцкий. «У нас было интервью в консулате, я чиновнику не понравился. Он привязался к моей дурацкой татуировке. Долго и неприязненно расспрашивал об аресте. Им смертельно надоели диссиденты, особенно фальшивые. Салон Рудкевича хереет день ото дня. Приезжал глава НТС Паремский. Мировоззрение времён Антанты и дикие мысли о перевороте в СССР». Уже в Америке в начале 80-х годов Довлатова кто-то привёл в гости к людям, близким к НТС. И он потом шутил, что они всерьёз планируют военный переворот в Советском Союзе и даже какую-то роль отводят кавалерии. Нам тогда и присниться не могло, что меньше чем через 10 лет действительно произойдёт государственный переворот. Правда, без участия кавалерии. Наши дети тоже осваивались в Вене. Наташку приглашали на третий этаж в гости к хозяйке нашей квартиры, у которой был маленький мальчик. Лена познакомилась на Кёртнерштрассе с симпатичным американским юношей Кевином, её ровесником, который с невероятной готовностью принимал приглашение пообедать у нас. И однажды за обедом он предложил нам с Леной пойти в Венский оперный театр на Лебединое озеро с Нуреевым на дневной спектакль. Мы посмотрели на него как на сумасшедшего. И тут Кевин объяснил, как ходят в Венскую оперу бесплатно. В день спектакля торжественное нео-ренессанское здание Венской оперы, построенное, между прочим, Чехом, было отгорожено от площади лёгкой съёмной оградой, вроде полицейской. За ней с утра набиралась постепенно толпа претендентов на бесплатную, как оказалось, галёрку. Толпа состояла из одной молодёжи, и я среди них. Минут за двадцать до начала спектакля ограду быстро сняли, и толпа бросилась на штурм. Галёрка Венской оперы находится на высоте не ниже четвёртого этажа. Мы неслись вверх по бесконечным лестницам, каким-то боковым, не тем, по которым поднимается чистая публика. Меня все обгоняли. Когда я, наконец, добежала, галёрка была уже полна. Но я увидела, что Лена и Кевин машут мне чуть ли не со второго ряда, где они решительно держат оборону моего места. Хотя по правилам этого делать не полагалось. Любое место мог занять тот, кто добежал первым. Никаких отдельных сидений на галёрке не было, только с камьей. Сцена виднелась далеко внизу, как на дне ущелья. Хорошо, что я привезла из Питера бабушкин театральный бинокль, потёртый, начало века, но цейсовский. Мы с Ленкой по очереди смотрели в него насольные партии. Всё равно с такой небоскрёбной высоты я не смогла оценить волшебство Нуреева. Зато впервые в жизни увидела сверху общий рисунок балета. И он был восхитительно красив. В Антракте Ленка с Кевином отправились вниз на разведку. Но Лена быстро вернулась и сказала, идём, у тебя есть единственный шанс увидеть венское общество. Мы спустились в фойе Портера. Оно было до боли похоже на петербургские театральные фойе. Декором, но не публикой. В фойе венской оперы прогуливалась по кругу массовка из фильма «Большой вальс». Дамы в бальных платьях, длинных. Мужчины в смокингах, даже маленькие мальчики. Посверкивали драгоценности, стоял лёгкий аромат духов. Дамы касались друг друга щеками, мужчины целовали ручки. Мальчики кланялись разученными резкими движениями головок. Девочки делали торопливые книгсоны. Официанты разносили на подносах узенькие бокалы с шампанским. А по стенам стояла галёрка и глазела. Я заметила несколько эмигрантских лиц, но в основном это были молодые американцы. Все и юноши, и девушки в джинсах, иногда в дранах. Но как-то сразу было видно, что это не бедность, а стиль. Они смотрели на венский бомонд без зависти и без нашего смешливого восхищения. Смотрели с добродушным, чуть ироничным любопытством, как на второй спектакль. Ленка ошиблась. Мне представился ещё один случай глянуть на венскую, правда, полурусскую аристократию, отчасти благодаря жене поэта Бурихина Леночке Варгавтик. Леночка понравилась мне неожиданностью своей личности. Тихая, полная женщина с лицом, не выдававшим её интеллигентности. Леночка Варгавтик, только что прибывшая из Ленинграда, была уже готовой европейнкой. Я помню своё изумление, когда она предложила мне съездить вдвоём в Зальцбург. Нет, я уже знала, что она германистка, но не знала до какой степени. В Питере я была знакома с несколькими замечательными переводчиками, чей разговорный язык без практики оставался очень слабым. А тут, первый раз в стране, две недели в Вене и уже на поезде в другой город, я согласилась с восторгом. Должна признаться, я не запомнила Зальцбург. Он был слишком неправдоподобен. Ожившая туристская открытка, игрушечный рождественский город на фоне гор. Позже такое же странное впечатление осталось у меня от окрестностей Вены, по которым нас повозили австрийские знакомые. Городки были такими чистенькими, беленькими, утопающими в розах, словно там жили не люди, а герои диснеевского фильма. Меня больше взволновала поездка по железной дороге в Альпах, разговоры с Леночкой Варгавтик, само событие, первое путешествие по Европе, пусть только однодневное. Когда Игорь хлопотал об освобождении Сергея Довлатова из-под ареста, в Amnesty International попросили фотографию арестованного. Игорь вспомнил, что фотография была в журнале «Юность», где был напечатан один серьёзный рассказ. Он решил поискать журнал в Национальной Венской библиотеке. И Леночка Варгавтик дала ему имя заведующей русским отделом Марии Андреевны Разумовской. Разумовские? Потомки фаворита Екатерины Великой? И его, сказала Леночка, и украинского гетмана Кирилла Разумовского, и графа Григория Кирилловича, учёного-геолога, прадеда Марии Андреевны. После знакомства в библиотеке мы с Игорем были приглашены на обед к Разумовским. Но не к Марии Андреевне, а к её матери, графине Екатерине фон Бигштайн. Графиня с мужем жили на одной из уютных венских площадей в доме многоквартирном, как мне показалось, но красивом, старинном. Мы позвонили с улицы у парадной двери. Нам открыла Мария Андреевна, и когда мы вместе с ней стали подниматься по лестнице на второй этаж, то увидели на площадке гигантский от пола до потолка портрет императора Николая II в полный рост. Хозяева вежливо встречали нас в прихожей – сестра Марии Андреевны и графиня с мужем. Он совсем старенький, а графиня сильно за 70, но бодрая, с цепким взглядом. Наши манеры были, думаю, ниже приемлемого уровня. Игорь ручек не целовал. Тем не менее, хозяева были приветливы, особенно обе сестры. Они, как потом выяснилось, находились в довольно регулярной связи с родственниками в Москве и представляли собой несколько теоретический, но обаятельный венский вариант московской диссидентской интеллигенции. Прислуги за обедом, не помню, хозяйничали, по-моему, сестры. За столом как-то сразу стало понятно, что рассказывать должны мы. И мы рассказывали. Я про Ленинград в блокаду, про советскую деревню, про коммуналку. Игорь – о литературной жизни и союзе писателей. О поездке в Чехословакию, куда его пустили, ошибочно приняв за другого писателя. Разумовские слушали с интересом, кроме старичка, который дремал в своем кресле. Графиня поглядывала на нас пристально и чуть подозрительно. Зато сестры искренне смеялись, искренне ужасались, были искренне тронуты. Стало ясно, что эти давным-давно анимечившиеся русские аристократы все еще страстно интересуются Россией и все еще надеются. На что? В Вене 1978 года они казались нам трогательными идеалистами. Больше нас в гости к Разумовским не приглашали. Скорее всего, мы просто им не понравились. Но еще мне показалось, что этот обед, устроенный в Доме родителей, был знакомством не с нами, а с нахлынувшим в Вену малознакомым видом или даже подвидом еврейского, полуеврейского интеллигента-разночинца, антисоветского по духу, но непоправимо советского по происхождению и воспитанию. Возможно, отталкивающую роль играл наш предполагаемый ими атеизм или пусть даже агностицизм. В отличие от нас, Леночка Варгавтик была православной и не просто верующей, но набожной. Благодаря ей я посмотрела русскую церковь в Вене, на Вальфишгассе, Свято-Николаевский собор, теремковый и узорчатый. Он построен в 1812 году по русскому проекту, но архитектором-итальянцем. И потому кажется особенно старательно выполненным образцом традиционной русской архитектуры. В 1978 году собор был обсажен березами и делал весь переулок Вальфишгассе похожим на улочку провинциального русского города времен войны и мира. Визит к Разумовским оставил грустное ощущение нашей непрекаянности. Видимо, на Западе наш подвид обречен оставаться в многочисленном одиночестве, в безымянном пространстве между разными, но одинаково чужими политическими направлениями, религиями и даже культурами. На волнах Радио Свобода в выпуске «Поверх барьеров» новая глава из воспоминаний Марины Ефимовой «Венский транзит». Читает автор. В середине июля митинг в Венской синагоге в защиту Гинсбурга и Щеранского, которых осудили в Москве на 8 и на 13 лет лагерей за антисоветскую агитацию и пропаганду. При входе в синагогу, ещё на улице, два молоденьких мальчика в сине-белых кипах вежливо, но решительно проверяли содержимое сумок. Получилась небольшая очередь. Кто-то из наших кивнул на охранников. Это израильтяне. Я ещё не видела израильтян. Я стала разглядывать мальчиков и заметила редкую особенность их лиц, которую потом видела иногда у молодёжи в Израиле. Какое-то заметное выражение готовности. Не знаю к чему. Ко всему. В зале синагоги собралось человек 200. Все стояли толпой. С трибуны говорили ораторы по-русски, по-немецки, на иврите. Потом вышел седой крупный человек. Заговорил по-немецки. И по залу прошёл шумок. Человек говорил без микрофона. Громко, страстно. Я не понимала ни слова, но чувствовала, что у меня дрожь начинает пробирать. Я спросила, оглядываясь, кто это? И Кирилл Касцынский, наклонившись к моему уху, выдохнул. Визенталь. Это Симон Визенталь. Так вот, что такое харизма. В скобках. В 1980-х годах Симон Визенталь всё ещё охотился за нацистами. И в западной прессе уже проскальзывали по отношению к нему скептические, чтобы не сказать, иронические нотки. Писали, что в главном достижении еврейских мстителей, в поимке Адольфа Эйхмана, Визенталь сыграл очень малую роль. Что он часто преувеличивал вину немецких и австрийских чиновников, бывших во время войны офицерами вермахта. Что он одержим идеей мщения. Между тем, ещё в 1972 году в Нью-Йорке в Квинсе жила приветливая дама Хермен Райан, которая в 1943-м была унтершарфюрером СС Магдой Браунштайнер по прозвищу Кобыла Майданека. Она занималась отбором среди заключённых, кому ещё работать, а кому в газовую камеру, в том числе и среди детей. В 1945 году она затерялась в послевоенном хаосе. В 1959-м эмигрировала в Америку, а в 1963-м стала гражданкой Соединённых Штатов. Визенталь вычислил её и нашёл в Квинсе. Американские власти 10 лет отказывались экстрадировать её в Германию. Наконец, в 1973 году она предстала перед судом в Германии среди девяти других бывших нацистов, обвинённых в убийстве 250 тысяч заключённых концлагеря Майданок. Суд закончился в 1981 году. Браунштайнер получила пожизненное заключение и умерла в тюрьме в 1999-м. Кстати сказать, историю подобного запоздалого суда над группой женщин-эсэсовцев мы увидели в 2008 году в замечательном фильме «Чтец», поставленном британским режиссёром Стивеном Дарли по роману немецкого юриста и писателя Бернарда Шлинка. Симон Визенталь умер в Вене в 2003 году, на четыре года пережив последнего из 1100 нацистских преступников, которых ему удалось идентифицировать и довести до суда. Эмиграция в Вене отмечала десятую годовщину подавления Пражской весны. Была устроена демонстрация, на которую я не пошла. В 1968 году я продемонстрировать свой протест испугалась, в отличие от Наташи Горбаневской, вышедшей на Красную площадь с годовалым сыном. И теперь мне было стыдно безопасно прохаживаться по восхитительной улице дипломатов Рейзенштрассе, аналогу Петербургской Фурштадской, и там размахивать плакатами перед невозмутимым советским посольством. Игорь с первых дней в Вене вёл лихорадочную литературную деятельность и вскоре стал получать небольшие гонорары за статьи из Германии и Франции. Так мы смогли оплатить два месяца моего обучения на курсах разговорного английского в здании англо-австрийского общества, по-моему, в пешем ходу от дома, как, впрочем, почти всё в Вене. Я волновалась, я не представляла себе, как меня можно чему-нибудь научить, не объяснив этого по-русски. Курсантов было человек 15, все, кроме меня, австрийцы. Средних лет полицейский, чиновник какого-то государственного учреждения, красивая дама экзотической внешности, худенький старшеклассник. Вёл занятия англичанин Николас, лет 28, с такой внешностью, что мог бы стать пятым в группе Битлз. Он был потомственным лондонцем, раскованным, смешливым, интеллигентным, судя по манерам и интонациям. Но при этом он приходил на занятия в таких тесных джинсах, что приходилось всё время отводить глаза. Николас как-то сразу продемонстрировал нам, что его занятия будут обязательным удовольствием с необязательным обучением. Тем не менее, несомненное удовольствие от общения с ним утроило мои слабые способности к изучению иностранных языков. Однажды Николас после занятий пригласил меня в кофейню. Там пахло, как в норде. И столики тоже были мраморные, только за окном была вена. Мы что-то пытались рассказать друг другу. Я с его поминутными подсказками. А он, упрощая свой английский до того, что иногда сам начинал над этим смеяться. Когда я рассказала про бабушку, уверенную, что австрийцы должны знать по-русски хотя бы простейшие слова, Николас сказал, «Мой отец считает, что если говорить по-английски очень громко, то всякий поймёт». После приглашения в кофейню на занятиях экзотическая дама, посмеиваясь, сказала, «Николас влюбился в Марину». Но она явно подтрунивала над нами. Вообще, австрийцы на этих курсах, все, кроме, пожалуй, полицейского, были людьми ироничными и даже насмешниками, что очень меня импонировало. А с Николасом у меня был счастливый случай взаимной очарованности двух людей, не имеющих возможности испортить это очарование словами. Постепенно курсанты попривыкли друг к другу и довольно бойко беседовали при содействии Николаса. Австрийцы болезненно помнили своё нацистское прошлое. Одна сцена запала в память с мальчишкой-старшеклассником, у которого было имя, как у Андерсена, «Христиан». Он пропустил два занятия, съездил с приятелями в Лондон. Вернулся обиженный и растерянный. Сказал, что в лондонских автобусах стоило им с приятелями заговорить по-немецки, как какие-нибудь подростки, их сверстники. Кричали им «Эй, нацистские сволочи, убирайтесь!». Христиан, худющий, нескладный, нервно подбирал английские слова, и в него страдальчески кривились губы. Австрийцы подавленно молчали. Николас смутился. Тут этого мальчика некому было утешить, кроме меня. И я, тоже с трудом подбирая слова, сказала, «Христиан, я русская, полуеврейка. Ребенком провела всю войну в городе Ленинграде, включая блокаду. У меня там от голода погиб дед, а на фронте был убит дядя и ранен отец. Но, пожалуйста, поверьте, ни у меня, ни у всего большого круга моих друзей нет никакого недоброго чувства к вообще всем немцам или вообще ко всем австрийцам, и уж тем более к вашему поколению». Поразительно, что стоило мне это сказать, как судьба тут же свела меня с людьми, которые держали зло на целый народ, на свой собственный. В Вене мы познакомились с переводчицей и словистской Элизабет Лизой Маркштейн и её мужем Хайнцем, журналистом и писателем. Лиза перевела на немецкий архипелаг ГУЛАГ, была главной сотрудницей Солженицына на Западе и контрабандой перевезла из Москвы в Вену его письма. Её поступок стал известен, и, начиная с 1968 года, Лизу перестали пускать в Советский Союз. С тех пор Маркштейны помогали писателям-эмигрантам, пролетавшим через Вену или застревавшим в ней. В 1972 году они принимали у себя Иосифа Бродского и даже возили его к американскому поэту Уистону Одену, который жил тогда в Нижней Австрии. Лиза читала и рецензировала всех заметных российских писателей из 60-х, 70-х годов, в том числе ленинградскую группу горожане, которой принадлежал Игорь. В Вене мы с Игорем ехали в гости к Маркштейнам из разных мест, поэтому я самостоятельно добиралась на трамваи в их новостроечный район, скучный и пустынный, как почему-то все новостройки мира. Чтобы не заблудиться в лабиринте одинаковых домов, я выбирала среди редких прохожих интеллигентное лицо и задавала очередной вопрос о моем маршруте. Убедилась в том, что венцы с интеллигентными лицами говорят по-английски и готовы помочь. Правда, моим последним регулировщиком был пожилой хозяин газетного киоска, который спросил, почему я не учу немецкий язык. Я сказала, что учу английский. А сколько времени вы в Вене? Три месяца. И он сказал раздраженно, неужели за три месяца нельзя выучить немецкий? Я спросила, какой язык он выучил за три месяца. Он только сердито махнул рукой в правильном направлении. Небольшая гостиная Маркштайнов была похожа на помещение редакции. Книги, журналы, газеты и рукописи занимали все пространство, свободное от немногой необходимой мебели. Уже в начале беседы выяснилось, что хозяева, им обоим было тогда за 50, разочарованные коммунисты. Лиза была членом австрийской компартии до 1968 года, когда ее исключили за помощь советским диссидентам и за сочувствие восставшей Чехословакии. Не знаю, оставался ли коммунистом Хайнс, но в разговорах он все еще оперировал марксистскими категориями, для нас уже давно мумифицированными. В интервью, которое Маркштайны взяли у Бродского в 1972 году, оно было опубликовано только в 2013, Хайнс даже спросил Иосифа, считает ли он себя советским поэтом. Я бы думала, что Бродский отшутится, но с Иосифом часто случалось, что чем нелепее вопрос, тем интереснее ответ. «Вы знаете, Хайнс, – сказал он, – у меня вообще довольно сильное предубеждение против каких бы то ни было определений, кроме определения «русский поэт». Что касается советского режима, это при всех его заслугах и преступлениях все-таки режим реально существующий, и я при нем просуществовал 32 года, и он меня не уничтожил. Тут Хайнс торопливо вставил, что в своей недавней статье он как раз писал, что советский режим уже нельзя вычеркнуть, что это есть исторический и культурный факт. Бродский подхватил. Культурный факт – это самое главное. Многое в творчестве людей, которые там живут, инспирировано не divine invasion, не божественным вторжением, но идеей сопротивления. Это надо всегда помнить. Странная история. У меня, может быть, что-то не в порядке с системой чувств, но у меня никогда не было ненависти к режиму. Я всегда понимал, что это люди. Это ужасная вещь. Для борца эта вещь совершенно лишняя, то есть вредная, смертельная. Стало быть, я не борец. Может быть, наблюдатель. Конец цитаты. Бродский не был, конечно, только наблюдателем, но его творчество и в Советском Союзе вдохновлялось не идеей сопротивления, а именно divine invasion. А Маркштайны были как раз борцами, но побеждёнными, и потому, как мне казалось, печально гневными. В скобках. История семьи Лизы Маркштайн тоже венская история. Её отец Иоганн Коплиник был главным австрийским коммунистом по профессии сапожником, по происхождению сыном батрака с четырёхклассным школьным образованием. Он был солдатом в Первую мировую войну. В 1915 году попал в плен к русским, пробыл в плену три года и стал коммунистом. Вернувшись в Австрию, в Вену, он создал и возглавил тамошнюю компартию, но с приходом к власти Гитлера, который приравнивал коммунистов к евреям по степени опасности для Германии, Коплинику пришлось бежать в Прагу, в Париж, потом, в 1939 году, в Москву. Лизе было восемь лет. Они оставались в Москве всю войну, и Лиза училась в московской школе. В середине апреля 1945 года они вернулись в Вену. Иоганн Коплиник вошёл в состав Временного правительства и стал заместителем канцлера Карла Реннера. Того самого Реннера, чью жизнь успел спасти подполковник Кирилл Успенский благодаря тому обстоятельству, что у старлея Халимоненко заела автомат. Венский транзит. Глава из воспоминаний Марины Ефимовой, премьера которых каждый месяц в нашей программе. Продолжаем выпуск «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Полузабытый композитор Наталья Правосудович. Наталья Михайловна родилась в 1899 году в Вильню. Училась в Петроградской консерватории. В возрасте 30 лет уехала учиться в Берлин к Арнольду Шонбергу. Все оставшиеся годы она скончалась в Мирана в 1988 году. Она прожила за границей, оставив воспоминания и музыкальное наследие. В нашей сегодняшней программе звучит ее музыка. Биографию Натальи Правосудович изучал мой собеседник, историк русско-итальянских культурных связей Михаил Талалай. У нас когда-то уже была передача о замечательной нашей соотечественнице, композиторе Наталье Михайловне Правосудович. Она была основана на книге, которая вышла в 2003 году. Трехязычные издания на русском, немецком, итальянском. Немецком, потому что она большую часть своей жизни прожила на севере Италии, в Южном Тироле, регион Южный Тироль, где официально двуязычие, итальянский и немецкий. Она приехала туда из Германии. Для нее немецкий был, скажем так, начальный, стартовый для ее, такой, так сказать, новой страны в эмиграции. Поэтому в основном она общалась по-немецки, и даже воспоминания своей Правосудович писала на немецком языке. Вышла эта книга, и нам, собственно, казалось, что основная работа по воссозданию о ней памяти закончилась. Но спустя годы обнаружились новые материалы, достаточно неожиданные, которые уже на новом этапе привели нас к очень для нас важным результатам. Мы теперь задействовали и хорошо поработали в сотрудничестве с Домом русского зарубежья имени Солженицына. Потому что сначала для нас это как-то, может быть, звучит странно, но сначала мы проработали итальянские архивы, итальянские источники, а московские и русские архивы, они нам оказались доступнее спустя годы. Ну, понятно, что мы живем в Италии, в Москве бываем наездами. Но, тем не менее, теперь, благодаря, конечно, поддержке, назовут эти имена, директора Дома русского зарубежья Виктора Москвина и его сотрудницы Светланы Романовой, мы совместно с ними проработали те архивы, которые попали в Москву. Собственно, даже история их обретения в Москве заслуживает рассказа. Дом русского зарубежья, известное учреждение, которое имеет разного рода, так сказать, филиалы, отделы, структуры. И следует, наверное, их поздравить. В этом году открылся музей русского зарубежья в конце этой весны. Но у них есть еще очень важный архив. Конечно, архив очень своеобразный. Туда попало то, что посылали, сдавали сами эмигранты и, естественно, он очень такой мозаичный, я бы сказал. Фронт номер один этого архива – это так называемая Всероссийская мемуарная библиотека, основанная, собранная Александром Солженицыным и переданная его вдовой Натальей Дмитриевной, но еще при жизни началась передача, когда Солженицын вернулся из Америки в Россию. Это детище, скажем так, Александра Исаевича, которое было сформировано в результате, в итоге, двух его очень важных и известных в то время, сейчас, может, уже подзабыто, названий. Почти сразу, оказавшись в изгнании, в ссылке, в высылке в 1975 году в Цюрихе, он пишет открытое письмо русскому зарубежью, эмигрантам, о том, что надо собирать народную, оставшуюся того народа, который остался за пределами России, память. И, в первую очередь, конечно, его интересовали рукописи, книги, воспоминания, но и любого рода, конечно, свидетельства документальные. Уже в Америке в 1977 году он пишет следующее воззвание в поддержку, возможно, первому. Уже он обрастает какими-то западными связями. И второе воззвание переводится на европейские языки, публикуется уже и в англоязычной прессе, очевидно, и в немецкоязычной, потому что именно вот на это вермонское, скажем так, воззвание и откликнулась Наталья Михайловна Правосудовича. Она пишет письмо Солженицыну в 1978 году на русском языке. Это письмо сохранилось, и оно раньше не было известно, и в этом году оно опубликовано в ежегоднике Дома русского зарубежья. Вот это письмо. 25 мая 1978 года. Глубоко уважаемый Александр Исаевич, очень прошу извинить меня, что позволяю себе вас беспокоить, но узнав из сообщений русской зарубежной печати о создании вами фонда хранения русских культурных ценностей, я решила от всего сердца поблагодарить вас за вашу добрую заботу о культурном наследии русских за рубежом. Я, композитор, была бы вам бесконечно благодарна, если бы и мои музыкальные сочинения нашли бы скромное место в созданном вами архиве для передачи их в будущем на освобожденную нашу многострадальную родину. Коротко о себе. Я, Наталья Михайловна Правосудович, окончила Петроградскую консерваторию по классу композиции, экстерном, так как была исключена за непролетарское происхождение. Мой отец Михаил Елефериевич Правосудович, инженер путей сообщения, профессор Института путей сообщения и Технологического института в Москве. Он, автор технических работ, был в 1929-30-м сослан в Соловки на 10 лет и там вскоре расстрелян, чему является свидетелем профессор Иван Михайлович Андреевский, подробно мне описавший страдания моего отца в Соловках. В 1928 году директор консерватории незабвенный Александр Константинович Глазунов выхлопотал мне разрешение на выезд за границу и я, по его рекомендации, была принята в Берлин Пруссиша Академия Дер Кюнсте, Прусскую Академию Искусств по классу профессора Арнольда Шенберга. Весной 1931 года я по состоянию здоровья была друзьями послана в Мерана, в русский дом имени Бородиной, где я нахожусь по сей день. Моя музыкальная работа была здесь прервана на 17 лет, с 1942 по 1959, так как должна была тяжело зарабатывать на жизнь, шитьем, домашней работой, уроками. В 1962 году я получила первый приз за фортепьянную сонату на международном конкурсе в Буэнос-Айресе. Проживающая в городе Карлс-Рое наша замечательная пианистка Ирэна Славин, она же Наталья Давиденкова, получившая недавно высокую награду германского правительства, «Золотой крест» на ленте. Часто исполняла мою музыку на концертах и по радио в ФРГ. Недавно она ездила в Петроград, где делала корректуру русского перевода своей книги о методике, и давала в консерватории показательный концерт. Она хотела организовать там и мне концерт, для чего у меня через нее запросили ноты, но я отказалась. Также я отказалась послать мои воспоминания о семье Скрябина для книги о нем. Теперь она послала в консерваторию, в акустический кабинет, пластинку с моей музыкой, и музыкальная писательница Хентова, издавшая две книги о Шостаковиче, запросила опять через Давиденкову мою биографию для музыкального журнала. Но я опять отказалась, из-за нежелания иметь какие-либо контакты с советскими представителями. Позволю себе к настоящему письму приложить граммофонную пластинку моей музыки, копию моего диплома об окончании консерватории, также копии двух рецензий о концертах, где исполнялась моя музыка. Глубоко почитаемый Александр Исаевич, еще раз прошу извинить меня за беспокойство. Дай Бог вам сил и здоровья для святых трудов ваших. Чтущая вас Наталья Правосудович. Композитор также переслала Солженицыну специально написанный текст «Мое родословие». Мой отец, Михаил Елефериевич Правосудович, происходил от старинного черногорского рода, один из членов которого, спасаясь от турок, переселился в Россию. Последние годы при царе мой отец, инженер путей сообщения, был начальником Петроградской сети, Московско-Виндавской железной дороги и Царскосельской ветки. Он всегда сопровождал государя и семью при его поездках. При февральской революции папа был арестован, потом выпущен. Отец моей матери, Александр Алексеевич Горский, был потомком кабардинского уздения, князя, дети которого при покорении Кавказа были взяты заложниками. Мать моей матери, помещица Петербургской губернии, Ольга Николаевна Львова. Дедушка женился на ней, когда ему было 40 лет, а бабушке 16. Дедушка служил в морском ведомстве, а затем жил в имении бабушки Андреевщина, Новоладожского уезда Петербургской губернии. Интересно, что когда моя мать, живя всегда в городе и приезжая в деревню только летом, уступила Андреевщину моему брату, который там постоянно жил, все пропало из-за революции, погубившей нашу чудную родину. Да поможет Господь ей возродиться. Так писала Наталья Правосудович в одном из своих писем Александру Солженицыну. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Я напомню, что на волнах Радио Свобода в выпуске «Поверх барьеров» передача «Полузабытый композитор» Наталья Правосудович. У микрофона Иван Толстой. Мой собеседник – историк русско-итальянских культурных связей Михаил Талалай. Русской публике открыла имя Наталья Правосудович мой друг, моя коллега Бьянка Марабини Цоккелер. Она жительница Южного Тироля. Ее мать русская, вышла замуж за итальянца еще даже в Красной Москве. Ее дед был политическим эмигрантом, который в 30-е годы бежал из Италии через Францию, бежал в Москву. И сын этого политического эмигранта женился на москвичке. И после окончания Второй мировой войны все это большое семейство Марабини вернулось в Италию. Бьянка сама уже родилась в Италии, в то время как ее старший брат родился в Москве в 1941 году. Так что это очень такое интересное семейство. И вообще фамилии Марабини несвестно достаточно в Италии благодаря в первую очередь деду и прадеду, видными участниками социалистического и коммунистического движения. Сама Бьянка, выйдя замуж за южного тирольца Цоккелера, его фамилия, поселилась в тех краях. И как я, мое изобретение, шутливо говорю, у нее есть три половины. Одна половина русская от мамы, половина итальянская от папы, и третья половина от мужа Цоккелера, который тиролец, немец, немецкоговорящий, но с итальянским паспортом. И Бьянка впитала в себя, как она говорит, с молоком, ностальгию по России от ее матери, поэтому она сама по себе стала собирать русские воспоминания, русские вещи. И поэтому еще до учреждения Ассоциации Русь, это 90-е годы, еще в начале 80-х годов, она разыскала Наталью Правосудович, взяла у нее интервью. Это не сразу получилось, потому что Правосудович жила очень замкнута, осторожена, недоверчива. Все это было. Но, тем не менее, удалось первые сделать шаги и получить от нее разного рода очень интересные документы, которые затем вошли в нашу книгу «Музыка в изгнании». Естественно, часть архивов, часть воспоминаний Правосудович остались там, где она жила, где она скончалась. Это город Мирана, курортный, красивый город, о нем мы не раз рассказывали. И там она закончила свои дни в 1988 году. И для Мирана, надо сказать, Правосудович очень известная личность, потому что периодически происходят ее концерты, ее вспоминают, как видного деятелю культуры. Не так давно произошло еще одно интересное событие, о котором в России русские слушатели еще не знают. На берегу реки, протекающей через Мирана, где установлены разного рода такие скульптурные извоения в память того или иного видного жителя Мирана, в 2017 году появился скульптурный монумент в честь, в память композитора Натальи Правосудовича. Там так и написано, по-немецки причем написано, потому что там все-таки такое немецкое, базовое и, скажем, откровенно, более внимательное к своему прошлом. Это немецкоязычное население. Италоязычное считается более приезжим, и которые менее внимательны к своим корням, к истории Южного Тироли. И так есть немецкий, это на немецком языке памятник, подписан автор, скульптор Микаэль Флири. Это был подарок от скульптора, подарок тоже от муниципалитета, дань памяти города Мирана русскому эмигранту. Надо сказать, что нынешняя русская община, небольшая города Мирана, осталась очень недовольна этим памятником, потому что скульптор представил, ну, некую маску, страдальческую маску. Это искаженное какими-то горестями и с трудом узнаваемое лицо, абсолютно деформированное. И я тоже был неприятно впечатлен, он когда увидел вот эту горестную маску. Мне, правда, подсказали, что надо зайти сзади этого монумента и посмотреть на него с тыла. И с тыла, в общем-то, нормальное женское лицо, не соответствующее своему композитору, но, тем не менее, это, в общем-то, вполне может быть каким-то портретом какой-то женщины. Некоторые, в общем-то, злобные, совсем уж отвергающие этого скульптора. Люди говорят, что сзади получилось еще хуже, чем спереди. Но тут уж судить самим, так сказать, самим посетителем этого города и его замечательной набережной. Полузабытый композитор Наталья Правосудович. Продолжаем беседу с историком Михаилом Талалаем. Что же следует культурному слушателю знать о Правосудович как композиторе? И тут мы с вами подходим к очень важному моменту, потому что в Москве нашлось то, чего не было в Мирана, чего не было в архиве русского дома. Правосудович не только послала свои воспоминания, часть на немецком, о Шонберге, у которого она училась, часть на русском, о семействе Скрябина. Она брала уроки у вдовы Скрябина и другие некоторые воспоминания, маё родословие на русском языке. Она послала Солженицыну катушки и бобины с записями собственной музыки. То есть в Москву прибыли физически эти большие бобины, где она сама играла своё произведение, сама объявляла своё произведение. И таким образом не сразу, но возникла идея эти бобины оцифровать и сделать их доступными современному слушателю. Что было сделано в конце 2017 года. В 2018 году весной мы презентовали в Москве в Доме русского зарубежья именно этот диск, не саму книгу, а именно диск, который был выпущен в сотрудничестве Дома русского зарубежья и Ассоциации Русь, и где эта музыка прошла совершенно фантастический путь. То есть, представьте, она в Италии играла, записывала, объявляла свои произведения, не зная ещё, собственно, как она поступит с этой записью. Это был какой-то вот шаг такой сохранительский на сохранение, на будущее поколение. И она отзывается на призыв Солженицына, шлёт ему через океан эти катушки, они затем через океан обратно возвращаются из Америки в Москву, где их оцифровывают и выпускают вот уже в такой новой современной форме. При работе уже вот на новом этапе, работе с нотами, потому что в Москве оказалось и в лучшем собрании и, собственно, ноты композитора после Солженицына, был найден ещё очень интересный опус, музыкальное произведение Правосудович «Страсти и воскресенье». И это тоже совсем такое недавнее, скажем, моё уже открытие, потому что среди воспоминаний Правосудович из неизданных есть небольшой совсем мемуар, который называется так «Отец Александр Веденский суд над владыкой митрополитом Вениамином Петроградским». Дело в том, что Правосудович ещё совсем молодой девушка, ей 23 года, она стала в Петрограде, она училась в Петроградской консерватории экстерном, её не взяли научный курс, потому что она была дворянкой, но тем не менее она всё-таки там училась. Она написала очень краткий, но очень такой волнующий документ. Дело в том, что отец Александр Веденский был её духовником. Она ходила в церковь, где настоятельно был отец Александр Веденский. И тот же отец Александр Веденский на её глазах стал лидером Петроградской группы так называемого прогрессивного духовенства и по сути дела написал донос на митрополита Петроградского Вениамина о том, что он в то время, когда всё прогрессивное духовенство собирает средства, там утварь и прочее, прочее, на нужды голодающим положит. В это время митрополит Вениамин утаивает от советской власти церковные богатства и таким образом, ну, в общем, понятно, к чему это вело. Привело это к аресту, к показательному процессу над владыкой Вениамином и одному из вот таких вот первых громких судебных расстрельных дел, потому что владыка Вениамин вместе со своими подельцами, ближайшее свое окружение, они были казнены. И все это происходило на глазах, скажем так, у Натальи Правосудович, которая, естественно, была потрясена, что ее пастырь, он же стал и предателем. Ну, это я вот все вспоминаю, эту давнюю историю, из-за того, что она составила потом такую композицию «Страсти и воскресенья», к которому поставила эпиграф евангельский, цитату из Евангелия, где речь идет об отречении Петра, где Петр трижды открикается от Христа, известная история с петухом, с криками, там утром, и она там даже подписала такой подзаголовок своей композиции «Страсти и воскресенья», в скобочках «Отречение Петра». И сейчас вот буквально в этом году у меня вот сопоставился и ее музыкальный этот опус произведения и ее вот небольшой отрывок той трагедии, которая разгрызалась в Петрограде в 22-м году. И на этом мы заканчиваем передачу «Полузабытый» композитор Наталья Правосудович. Звучали отрывки из ее музыкальных произведений и воспоминаний. Гостем нашей студии был историк Михаил Талалай. Над выпуском «Поверх барьеров» работали режиссер Наталья Аркадьева и редактор Иван Толстой. И на прощание вальс номер один Наталья Правосудович. Наталья Правосудович. Наталья Правосудович. Наталья Правосудович. Наталья Аркадьева Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу радио «Свобода». Рождённые после СССР. Как выглядит реальность с точки зрения молодых людей и что они планируют изменить в будущем? Выясняем с представителями поколений «Y» и «Z» ведёт программу Тамара Лилинкова. Слушайте сразу после выпуска новостей. Субтитры создавал DimaTorzok Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Саратова. Я не считаю, что свободны и не считаю, что несвободны. Мне всё нравится, у меня всё есть. Нет, здесь свободной страны нет. Людей нажмут и вот так задушат. Тут живут только чиновники, тут живут только верхушка. Народ тут рабы. Как они были рабами, так они остались рабами. Пенсионеры живут хуже, чем в Германии. Почему? Страна завоеватель. Сказать на 100% что Россия свободная страна, сейчас я не могу. Россия не свободна по духу. Свободная страна – это та страна, в которой граждане могут позволить себе считать себя свободными. А мы просто не знаем, как это делать. Мы не знаем, какие нам это выгоды принесёт, потому что суббота – это всегда ответственность. Радио «Свобода». Оставайтесь свободными. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...